сегодня поговорим об эвакуационной стропе как вообще используется эвакуационная стропа петли завоз делаются в трех видах это 5 метров 8 и 10 метров они сделаны с двойной стропой здесь у нас идет небольшая петля самом начале и дальше у нас начинаются петли побольше при помощи таких петель мы можем тянуть то есть даже при полном натяжении стропы у нас остается петля на которую можно захватить и вытягивать плюс ко всему когда мы хватаем или сам цепляется раненый и и цепляют обычно либо за карабин либо еще как-то как-то только и дело что как-то а здесь при помощи этой петли вы можете обхватить человека или предмет и зацепить без сковывания вот стропа тянется и здесь ничего не пережимается никаких дополнительных травм не наносится если же мы возьмем обычную веревку вот такое происходит допустим вы находитесь в укрытии там находится противник и ваш трехсотый товарищ вам нужно его вытащить при помощи эвакуационной стропы да если вы достаточно безопасном месте и есть огонь на подавление со стороны ваших товарищей то вы просто берете и тяните его если же вам нужно организовать огонь на подавление самостоятельно да вы можете тянуть одной рукой а второй пытаться работать или же вы можете этой самой рукой прицепить себе товарища на карабин и просто отходить и при этом вести работу если вдруг нужно будет срочно свалить да и вы поймете что вашего товарища не спать и нужно спасаться самому то просто отстегиваете карабин и уносите ноги нужно было прекратить эвакуацию до организовать огонь на подавление вы стали в позицию работаете вдруг ваш товарищ не знаю а сам полз и падает в обрыв или куда-то его вытягивает да вы зацепились за карабин вот здесь то расстояние на которое вы уже вытащили и вы его не потеряете да и так же можно вот вытягиваю когда мы эвакуируем раненого из красной зоны используются самые разные предметы там зачастую это просто шнур какой-то до этих случаях сдается упор не ширине самой эвакуационной петли а ее длине на трасс мы взяли стропу 8 метров делается но таким вот образом собственно таким же образом можно сделать носилки в принципе из любой стропы но какие есть преимущества да если вы делаем носилки из двойной стропы во первых эти петли да они дают возможность схватиться здесь не двум людям до четырем достаточно комфортно то есть опять же при том что будет стропа натянута мы будем здесь иметь даже еще одну свободную петлю которую можно зацепить за карабин а также при эвакуации можно на перекрест до закрепить руки 300 в петле если нет возможности закрепить их штаны потому что очень очень разные могут быть ситуации в зависимости от длины стропа вкладывается либо специализированный подсумок либо в любой другой на мне сейчас находится две стропы сумок под два магазина стандартный и здесь стропа сложена уже z-образным образом как правило один конец находится внутри другой конец находится снаружи почему z-образно потому что потянув собственно за один конец и за другой конец стропа у нас вытягивается мы цепляем стропу за карабин или же стропой можно обхватить что-то кого-то ну а собственно второй конец это то за что тянут таким образом вытягивается стропа когда стропа в таком положении находится до представим что я например в сознании здесь зацеплена верху за крышу за карабин я вот по вот этим штукам могу перебираться да я хватаюсь вот здесь таком же самом положении можно расцепиться если это необходимо и свалить допустим вы двигаетесь на штурм появляется задача взять здание занять позицию на крыше в таком случае один из вариантов да это подняться по пожарной лестнице зачастую ее конец находится выше чем человеческий рост 34 бывает пять метров вот а бывает что лестниц никаких нет и нужно просто лезть куда-то на крыше в таком случае как раз таки может помочь эвакуационная стропа здесь может быть и можно запрыгнуть но если вы идете с полным бака то прыгать но не очень хочется мы берем один конец эвакуационной стропы прокидываем его через лестницу закрепляем за петлю можно это сделать и другим способом когда мы крепим не за петлю а за саму стропу так конструкция получается еще жестче дальше есть специальные петли по которым мы можем подняться нога влазит в петлю практически в любом армейском ботинки независимости от того какого размера здесь находится специальный подсумок с уже большой 10-метровой стропой он сложен внутри за это образным образом один из карабинов зацеплен за подсумок да то есть открывается вот этот клапан этот подсумок создан по образу стандартного сброса под магазин мы его если раскроем то увидим сброс здесь тоже стропа сложена нас это образная зачастую такую большую стропу просто сложно сложить используются резиночки обычные эти резиночки никак не мешают тому чтобы стропа вытягивалась карабины кстати идут в комплекте ко всем стропам карабины хаки съемные защитного цвета не блестят на снаряге и вы можете есть что заменить там на большие 12 карабины при необходимости ее использования даже в таком закрытом состоянии даже там с резиночками внутри а при изотобразном положении она работает да то есть она вытягивается все свои функции выполняет почему был выбран сброс ну во первых потому что стропа просто сама по себе большая а во вторых после того как вы ее полностью вытяните вложить вот эту штуку невозможно допустим вы не хотите терять ее да она вам очень нужна и вы просто берете ее каким-то образом комкаете раскрываете сброс и просто туда ее запихиваете можно здесь еще утянуть шнурок как бы да громоздко неудобно но она остается при вас то есть вот в этот подсумок ты 5 метров уже не сложишь тянем вы не подойди пожалуйста товарищ чтобы накатился тянем 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 тянем